Сегодня мы продолжаем тему интеграционной платформы. В прошлый раз мы рассказывали про каталог, но лучше его называть marketplace, клик marketplace. Собственно, тема сегодняшней встречи у нас зарождение данных и их перемещение и собственно публикация в этом каталоге. Сегодня мы рассмотрим именно самую основную часть интеграционной платформы клик. Основной упор сделаем на компоненте репликации. Посмотрим, как позиционируется данный продукт, какие проблемы он решает. Посмотрим вживую вместе с вами, посмотрим, как работает продукт. Ну и собственно к живому обсуждению, так чтобы наша встреча была наиболее эффективна. Коллеги, прошу любые вопросы задавать в чат. Собственно, по окончании вебинара мы постараемся на все вопросы ответить. Ну, собственно, давайте начинать. Итак, на текущий момент компания Клик в своем портфеле оставляет наиболее полный набор инструментов в части управления данными. При этом философия данных инструментов не BI-инструментом, а с BI-экосистемой Кликсенс прекрасно знают, что философия продукта нацелена на то, чтобы максимально сфокусировать использование продуктов не IT-специалистами, а конечными бизнес-пользователями. С тем, чтобы и эффективность, и ответственность, и результаты наиболее полно соответствовали тем бизнес-целям, которые в компании. Не исключение, собственно, и сама регуляционная платформа. Почему? Потому что компания Клик не пошла по пути, которые предлагают комплексные решения. Я имею в виду информатика, IBM, Oracle и так далее, которые пытаются имплементировать в своих продуктах весь данными в виде так называемого дама-бук или дата-гавернанс, как показывает практика и общение с клиентами, данные подхода достаточно избыточны. И поэтому компания Клик заняла очень хорошую позицию на рынке. Она выбрала в свой пакет те продукты, которые наиболее эффективны и быстро решают вопрос для того, чтобы показать конечным бизнес-подразделениям с пользователем тот результат, который приносит, собственно, данные. Мы в этом с вами сегодня убедимся, когда будем рассматривать саму интеграционную платформу. Итак, коллеги, основная задача интеграционной платформы компании Клик заключается в том, чтобы максимально быстро захватить, которые рождаются внутри ваших систем. Это могут быть системы хранения данных, это могут быть операционные системы, это могут быть стриминговые системы, это могут быть любые потоки данных, которые зарождаются от источников внутри вашей организации, внутри вашей экосистемы, может быть, партнерской экосистемы. Основная задача – это максимально быстро захватить эти данные, с минимальным эффектом для систем, откуда мы забираем, переместить эти данные в ваши источники, при этом упростить данный процесс, так как вы прекрасно знаете, что архитектура и количество источников усложняется, разнообразие этих источников с каждым днем увеличивается. Давайте тогда перейдем непосредственно к обсуждению данного компонента. Мы сейчас будем рассказывать о компонент интеграционной платформы ClickReplicate, потоковую репликацию, Change Data Capture. Хотя, говорю сразу, данный подход не нов. Данные инструменты, они давно существовали, но несколько были в тени. Почему? Потому что очень популярные последние десятилетия были инструменты, так называемые ETL-инструменты, выгрузки, трансформации. И на самом деле это было оправдано до тех пор, пока количество архитектур, количество различных функциональных систем хранения и обработки данных не увеличилось, как мы видим это на текущий период. И на самом деле вполне разумно, что сейчас пришли к тому, что наиболее эффективно отдавать системе данные, которая предназначена для хранения именно этих данных. О чем я, про что я имею в виду, говорят такие вещи. Например, если это, то существуют решения, которые наиболее быстро и просто работают с этими данными. Если это плоские таблицы, то колоночно-ориентированные системы наиболее полно и быстро работают с данными. И на самом деле наиболее эффективный путь преобразования данных не где-то на стороне, как это делали старые системы по философии ETL. То есть опрашивали источник, делали определенную трансформацию на стороне, используя дополнительные мощности. И, собственно, потом нагружали еще приемник с тем, чтобы эти данные доставить. Так вот, наиболее особенно актуально в текущее время делать трансформацию не на стороне, а в той системе, которая наиболее полна и гибко для этого приспособлена. Но, собственно, для того, чтобы перейти к описанию именно клик-репликейт, сам подход, он достаточно известен. Потоковая репликация заключается в том, чтобы стараться читать данные, не заходя в сам источник. И это вполне возможно, о чем я говорю. Не выполняю никакие запросы к вашему операционному источнику. С тем, чтобы позволить операционному источнику поддерживать те бизнес-функции, которые происходят внутри организации. С тем, чтобы конечный бизнес-пользователь не замечали никакую нагрузку. Собственно, и с этим и было связано, что мы все выгрузки и перегрузки делали. Даже сейчас мы видим, что многие клиенты не успевают за ночь переворачивать те объемы, которые у них возникают внутри контура. Поэтому потоковая репликация – это забор данных не напрямую из источника, а из тех лог транзакционных файлов, которые находятся рядом с системой. И сразу хочу заметить то, что компонент клик-репликейт имеет сильные преимущества по сравнению с конкурентами. А именно, мы не устанавливаем никаких агентов на ваших системах. То есть любая ваша система, а повторюсь, на текущий момент из коробки мы поддерживаем наиболее полное количество источников и приемников. Если приемников – это у нас 47 разнообразных приемников – реаляционных, нереаляционных, стриминговых, облачных и так далее, об этом мы будем более подробно говорить, то приемников на текущий момент 97. На текущий момент на рынке – это наиболее полный набор коннекторов для перемещения, для создания дата-пайплайнов, для создания вот этих цепочек преобразования и загрузки данных реального времени. Собственно, еще раз повторюсь, мы работаем без установки какого-либо программного обеспечения на вашей системе хранения данных, на базе данных, и, собственно, стараемся захватить данные, не какие-либо селекты с тем, чтобы нагрузить вашу базу. Следующее очень конкурентное преимущество – то, что мы не просто можем захватывать изменения в данных в режиме реального времени, но любое изменение, вот дата архитектора меня очень хорошо поймут, но любое изменение в структуре данных, добавление новой колоночки, например, в революционном источнике, моментально отражается, например, в приемнике в виде нереволюционного источника. То есть данные моменты позволяют выстраивать вам гибкие фабрики данных, и с учетом будущих изменений этих источников данный пайплайн у вас сохраняется, и вы только тасуете типы источников и типы приемников для того, чтобы дать более быстрой производительности. Собственно, внутри репликатора находится огромное количество различных сценариев по раскладке данных, по настройке информации данных, пакетной вставки, выгрузки данных. Все очень тонко настраивается в режиме графического интерфейса. Ну а, собственно, выгоды от этого мы получаем следующие. Вы прекрасно знаете, особенно технические специалисты, огромное количество сейчас open-source проектов есть. Но, к сожалению, каждый из этих инструментов необходимо очень тонко готовить. Клик-репликейт вобрал в себя лучшие практики для работы с графическими системами. Возможно, вы слышали Apache Kafka, Arena Data, GreenPlan, ванильный, например, массивно параллельные данные. Так вот, в виде графического интерфейса Клик-репликейт вобрал в себя лучшие практики по работе с этими источниками и приемниками. Соответственно, следующий момент, который выходит, мы максимально просто и гибко предоставляем графический интерфейс в виде конструктора для формирования датапайта с тем, чтобы снизить количество ошибок, которые возникают в процессе формирования определенных задач на выгрузку этих данных. Более того, это цепляется за следующий этап. То есть в долгосрочной перспективе общая стоимость владения инструментов снизляется за счет того, что вам нет необходимости под каждую конкретную платформу иметь уникальный штат специалиста или специалистов. То есть централизация и упрощение оркестрации всех дата-цепочек, это позволяет снизить общие затраты. На текущий момент построение хранилищ данных и репликация данных производится в течение буквально минут. Мы с вами сегодня это увидим. Без влияния на продуктивные среды и, собственно, с простотой администрирования. Первый компонент интеграционной платформы – это забор данных и перенос их в систему источника. С возможной трансформацией, очисткой, маскированием и так далее и тому подобное. Но самое главное – в режиме реального времени и без систем источников приема. Следующий компонент, когда мы захватили данные, ведь не просто эти данные, ведь почему существует направление по автоматизации корпоративных хранилищ данных и озер данных. Огромное количество, ну не огромное количество, да, существуют выверенные архитектуры. В виде звезды, шестой нормальной формы, якорной модели и так далее и тому подобное. То есть достаточно специфические вещи, которые, да, архитектором баз данных, архитектором данных. Так вот, Click Compose, следующий компонент в интеграционной платформе, позволяет в режиме реального времени, захватив данные из репликатора, выстраивать гибридные структуры и раскладывать все данные, которые мы получили, по тем витринам и по той архитектуре, которая выбрана внутри вашей организации. Она может быть гибридная, она может быть смешанная, и все это очень гибко контролируется композингом. Соответственно, необходимости ожидания в том, построить хранилище, да, или обновить хранилище, как это делается сейчас ночью или в определенные часы, такая необходимость отпадает. Почему? Потому что Click Replicate позволяет строить витрины в режиме реального времени, захватив из, собственно, нашего репликатора. Если структура приемника меняется, это все дело автоматически отражается в ваших витринах под тем архитектурам, которые приняты внутри вашей организации. Ну, выгоды, соответственно, да, минимизация рисков, связанных с разработкой, поддержкой, развитием систем, сокращение времени и затрат. Почему? Потому что, опять же, все производится централизованно, через единый интерфейс администрирования с минимальным количеством кодирования, которое позволяет, собственно, стандартизировать процесс создания витрин данных, озер данных. Но самое главное, позволяет очень гибко контролировать и менять компоненты, например, одной архитектуры данных внутри вашего хранилища данных, например, на другую архитектуру. Это, собственно, вот следующий компонент, который позволяет, с одной стороны, автоматизировать создание хранилищ данных внутри вашего контура, а с другой, со стороны, позволяет в автоматизированном режиме создавать именно вот эти озера данных, компонуя различные компоненты, перемещая их в едином удобном графическом интерфейсе. Но еще раз повторюсь, в режиме реального времени для интеграционной платформы клика нету такой зависимости, когда необходимо подождать, если это не специфическая задача для клиента. Данные вещи собираются автоматом, как только репликатор забирает данные ваших источников. Вот, собственно, на самом деле, это простое погружение, простое знакомство с продуктами, которые находятся на стороне именно создания источников, получателей, да, и структур данных. Но на самом деле под этим направлением огромная-огромная история, в которую необходимо погружаться, да, и в каждом конкретном случае разбирать кейсы. Но перед тем, как мы не пойдем, пойдем, собственно, к самой демонстрации, сначала я хотел вам показать, как визуально выглядит так называемый клик-репликейт. Это система, то, о чем мы говорили, которая состоит из двух компонентов. С одной стороны, это программное обеспечение, которое устанавливается на любую операционную систему, будь то Windows, будь то Linux. Каждый репликатор отвечает за выполнение в режиме, в параллеле. При этом, для чего это создано? Для того, чтобы обеспечить тот уровень обслуживания клиентов, который необходим клиенту. Для чего? Например, есть клиенты, которые достаточно географически распределены. Поэтому различным набором репликаторов в различных подсетях клиента мы можем обеспечить тот уровень доставки данных, который необходим именно этому клиенту. Более того, мы можем обеспечить данных именно в том объеме, для того, чтобы, например, в течение суток, как для некоторых операторов телекомов делали, до 25 терабайт переносить генерирующие данные за сутки. Собственно, первая часть – это именно репликатор. Этот репликатор – это набор, даже не набор, это один экземпляр сервера, который выполняет задачи. Соответственно, этих репликаторов может быть столько, сколько необходимо для конечного клиента. Следующий компонент, архитектурно следующий компонент репликатора – это панель управления всеми моими, так называемыми, пауками или роем моих репликаторов. Выглядит он следующим образом. Точно так же в режиме графического интерфейса. Я вижу с левой стороны все мои сервера, которые по репликации. В данном случае я вам демонстрирую рабочую, конкретный рабочий пример большой организации, в котором централизовано создание абсолютно всех дата-пайплайнов, то есть абсолютно всех цепочек трансформации данных. Все задачи, которые выполняются в текущий момент, та статистика, которая выполняется по каждому из репликаторов, со всеми вытекающими метриками, с оповещениями об ошибках, с рассылкой сообщений в различные каналы. Я имею в виду либо общекорпоративные каналы по почте, либо те каналы, которые использует компания в виде Slack и так далее, каких-то определенных внутрикорпоративных мессенджеров. С тем, чтобы максимально эффективно и быстро управлять всем слоем по интеграции моих данных. Опять еще раз повторюсь, что репликатор – это всего лишь один у нас сервер, который выполняет какую-то определенную часть задач. Но в данном случае мы навешали на него вот здесь несколько задач, потому что для него это наиболее эффективно, для этого репликатора. А всего у нас в компании может быть огромное количество, вот с левой стороны, огромное количество серверов, поэтому они могут быть абсолютно гибридные. Часть из них может быть на Windows, что для клиента удобно. Часть из них может быть на арендованных серверах и так далее. Но процесс управления всеми репликаторами, экземплярами репликаторов производится внутри единой консоли управления этими задачами. Мы переходим на атомарный вид, конкретный экземпляр нашего репликатора. Перед тем, как мы приступим к конкретной демонстрации, я хотел вам продемонстрировать, что при организации можно настроить все те компоненты, которые будут отражать ваши источники внутри компании с учетом уникальных свойств, относящихся к конкретным соединениям. Если это, например, Яндекс.Кликхаус, там есть определенные настройки, которые максимально быстро могут забирать либо из кликхауса, либо регистрировать данные внутри этого кликхауса. Создание любого компонента исходит из коробки, внутри единого интерфейса. При этом из коробки идет огромное количество вариантов соединения к различным системам. Для примера сразу хочу продемонстрировать. Это очень будет интересно для компаний, у которых достаточно сильно развита сап-инфраструктура. Почему? Потому что мы из коробки предоставляем четыре вида коннекторов напрямую к системе, при этом без опроса системы в виде селектов, которые в режиме реального времени обращаются к системам. Они являются сертифицированными и идут, грубо говоря, в коробочной поставке компонента клик-репликейт. А насколько вы знаете, системы сап очень сложно относятся к тому, чтобы каким-либо несертифицированным источником забирать эти данные. Более того, есть системы репликации, не буду называть вслух, которые не работают с open-source системами. Я имею в виду возгресс данные и так далее. Все эти системы представлены внутри репликатора из коробки. Достаточно просто и легко делать соединение с клик-хаусом, точно так же добавляя новый компонент в список существующих систем. И я вам дальше это продемонстрирую. Итак, коллеги, вот мы посмотрели, как выглядит так называемая кабина управления всем роем моих репликаторов, которые эффективно и гибко позволяют управлять постройкой дата-фабрики внутри моей организации. Единым правилом, единым метриком с корпоративной системой управления, да, и управления правилами безопасностями. Кто к кому имеет доступ, какие правила необходимо разрешать, какие инциденты возникают и как с этими справляться. Теперь я, собственно, предлагаю вам спуститься еще на уровень я открою. Вот если мы сейчас с вами были где-то на рабочем компоре на одном из репликаторов, я дополнительно поднял новый репликатор с тем, чтобы показать вам создание задач по построению дата-пайплайна, продемонстрировать скорость, с которой я могу забирать данные из источников. Коллеги, ну теперь, собственно, практика. Еще раз хочу повторить, что всю специфику работы, всю архитектуру специфичную для каждого из источников Клик вобрал в себя, так как он является корпоративным инструментом. Это вся сложность работы с этими источниками, она скрыта внутри вот этого простого графического интерфейса. Но давайте представим, у нас есть организация, в которой есть, допустим, две реализационные базы данных. Первая реализационная база данных построена на основе MySQL Server. В данном случае у нас представлена классическая модель, которая идет в демонстрации к базе данных MySQL. Она отражает виртуальную компанию, которая занимается продажей различных зданий, машин, технологий и так далее, но в виде там демонстрационных моделей. Но не суть дела важна эта компания, у которых есть CRM. Это CRM складывает данные внутрь реализационной базы данных MySQL. Очень хорошо известно, что нагружать, например, систему запросами, дополнительно еще с обеспечением ею операционными процессами, достаточно сложно. И компания решает сделать миграцию системы на более серьезного, на систему более серьезного уровня. Допустим, это будет у нас Microsoft SQL Server. Например, я специально подготовил базу данных, где будут у нас складываться данные, но я не создавал никакие таблицы, и я не создавал никакие дополнительные схемы. Я просто обозначил наш контур с тем, чтобы визуально это было видно, куда будет складывать система данных. При этом, еще раз повторюсь, я заранее не готовил никакую структуру в моем источнике. Грубо говоря, мой архитектор выдал мне строки соединения одной базе данных и строки соединения к другой базе данных. А еще позже, он просто заранее централизованно в единой системе создал источник соединения к SQL Server. Здесь вот напишу новая система, на которую мы хотим мигрировать. А это моя первоначальная система, которая, собственно, которая была привязана к моему CRM. Когда моя организация еще не набрала такой объем данных, и мне этого хватало. Наша задача с вами – попробовать выстроить инос данных из одной системы в другую. Сейчас сделаю создание новой задачи. Указываем направление, и вы сейчас поймете, как это здорово, указываем направление, в котором будут у нас переданы и транслироваться изменения. То есть можно не просто заставить систему, спросить систему контролировать изменения только в источнике, но даже изменения в приемнике можно транслировать обратно в источник. Разные сложные кейсы бывают у клиентов, и вот гибкость, с которой система позволяет настроить все эти вещи, делается вот в режиме интерфейса. Итак, мы создаем наш таск. Все в режиме интерфейса. Как я вам уже сказал, возможно, я какие-то вещи технические не знаю, связанные ни с одним источником, ни с другим. Мой администратор или архитектор централизованно подготовил мне все источники, которые есть в моей организации. Я сейчас говорю о Microsoft SQL сервере и MySQL сервере, который является моим источником. Простым перетаскиванием источника я могу назначить, соответственно, источник и приемник, который необходим мне для работы. То в роли моего источника находится MySQL сервер. Это машинка, которая была у нас первоначально. Визуально это можно посмотреть следующим образом. Мы на уровень архитектора спускаемся с тем, чтобы посмотреть, какие данные заносятся в системе. Поэтому мы прекрасно понимаем сейчас, что система работает в режиме реального времени. То есть на текущий момент моя компания продолжает операционную деятельность, в нее постоянно складываются данные. То есть база данных, она абсолютно живая. Следующий момент. Систему источник я определил. Теперь я переношу свой системный съемник. Опять же, в виде простого графического интерфейса. Следующий момент. Я выбираю те таблички, ту структуру, которую мне необходимо перенести в мою базу данных. Итак, как я ранее сказал, это классическая модель. Рассказываю системе, какие таблички мне необходимо из классической модели выбрать. В данном случае я хочу выбрать все таблички, потому что это будет удобно для следующей демонстрации. Нажимаю ОК. Все. Больше я не указываю ничего. У меня нет необходимости указывать системы, чтобы она что-либо создала в системе приемники. Еще раз посмотрим, что у меня ничего нет в системе приемники. Мне достаточно сохранить задачу. Теперь мы начинаем выполнять данную задачу и переходим в режим мониторинга. Вот что происходит внутри моей системы. Система начинает приходить в режим мониторинга. То есть она начинает делать так называемую полную загрузку. То есть перед тем, как отслеживать изменения, она делает полную загрузку. С тем, чтобы в дальнейшем, и опять же, все изменения она берет из транзакционных логов. То есть она не производит нагрузку на систему. На текущий момент система показала мне, что она готова к тому, чтобы начинать работать в так называемом операционном режиме. Что это значит? Это значит, что мы подключились к нашему источнику. Сделали первичную загрузку данных. Я сейчас обновление. Мы увидим, что в моей базе данных Microsoft SQL Server появилась новая схема, аналогичная моей классической модели внутри начальной системы с той структурой, которая необходима для отслеживания, очень детального отслеживания всех изменений. На самом деле это простейший вариант. Здесь никакой магии здесь нет. А вот дальше начинается магия. Система поставлена у меня на контроль. Таких тасков у меня может работать огромное количество. Вот я сейчас перейду в карту тасков, и вы увидите, что все, задача поставлена на непрерывное выполнение. Система теперь постоянно мониторит любые изменения, которые происходят в нашей системе. Давайте начнем с простого. Я сделал специальный скрипт, который имитирует работу операционной деятельности. Там, где у нас через каждые 5 секунд в нашу систему будут добавляться новые заказы. Через каждые 5 секунд. Я это сделал целенаправленно. Заказы я вынес в Excel-файлик. Сделал имитацию загрузки этих данных в систему. То есть, как еще раз говорю, мой бизнес не останавливается. Каждые 5 секунд, в данном случае мы поставили 5 секунд, просто это будет более показательно. Хотя система мгновенно отражает любые изменения. И вот через каждые практически 5 секунд мне приходят пакеты. Усложняем задачу. То есть, мой скрипт выполняется, который имитирует работу моей системы. А теперь мы делаем следующее. Допустим, в моей первоначальной системе исходят определенные изменения. Например, в моих офисах изменился штатовый индекс одного из моих отделений. Вот я произвольным образом меняю, например, один из атрибутов моего офиса. Я хочу специально отразить вот сейчас картиночку немножко вот так вот сделаю, чтобы вы увидели, насколько максимально система среагирует на изменения структуры моего источника. Я нажимаю «Сохранить». Смотрите, какая магия происходит. И смотрите, система тут же отобразила, что в моих офисах произошло изменение. Она и написала «Апдейт». Моментально тут же в Microsoft SQL сервере произвело это изменение. Еще усложняем задачу. А представьте, это делается все в режиме реального времени в параллели. Допустим, у меня новая задача. Мои аналитики говорят, слушайте, нам необходимо полю наших клиентов. Давайте посмотрим на наших клиентов. Я сделаю предварительную выроску. Ну, собственно, да, это идентификационный номер клиента, их адрес и так далее и тому подобное. Мои аналитики говорят следующее. Коллеги, нам необходимо добавить новое поле, которое будет отвечать за ключ сегментации нашим клиентам. Смотрите, что я делаю. Я добавляю к нашей табличке клиентов новое поле «Сегмент». И делаю изменения в структуре моей базы данных. Базы данных источника. Смотрите, какая магия происходит. Система моментально делает данные изменения и показывает, что моя схема изменилась, и это изменение было перенесено в схему Microsoft SQL сервера. Идем дальше. И представьте, что вот эти все действия, они возникают в параллель в огромном количестве источников, приемников и так далее и тому подобное. В моей системе происходят следующие изменения. Сделается возврат по платежам определенный. Часть платежей удаляется из базы данных. Я их удаляю принудительно. С проверкой всех, в данном случае, 14, не заказов, а 14 платежей делаю отмену 14 последних платежей. И система моментально отслеживает все эти изменения. В данном случае должен произойти коммит в моей CRM-системе. Как мы это делаем вручную, соответственно, система их пока не захватывает до тех пор, пока коммит. И вот моментально система отследила все мои изменения и тут же отобразила мне, что у тебя на текущий момент произошла вставка строк, и они до сих пор у нас происходят, потому что моя компания, моя система работает непрерывно. И там параллельно происходили изменения структуры и так далее и тому подобное. Вот принцип системы, он заключается в этом. Но давайте с вами пойдем еще дальше. Теперь допустим, что мой операционный процесс работает, и ход, например, на новую систему, которая поддерживает Microsoft SQL Server, какую-то новую CRM-систему, входит в режиме синхронного времени и при этом не тормозит мою основную систему CRM. То есть для меня очень эффективно и гибко работает с этими системами. Но у меня приходит следующее вводное. Допустим, у меня приходят данные из каких-либо, например, неперсональные данные, а данные достаточно дешевые, данных очень много, но они мне нужны для дата-сайентистов, для того, чтобы узнавать паттерны моих покупателей. Но я понимаю, держать такой огромный массив данных в своем контуре мне дорого. Смотрите, что означает создание гибких дата-пайплайнов. Я хочу сделать предположение, или даже хочу сразу же сделать лендинг, регистрацию моих данных в каком-либо облачном хранилище. Вы все прекрасно знаете, что в скором времени нас ждет, все-таки как бы мы ни старались, но все любят считать деньги, и есть определенные данные, которые лучше хранить и более эффективно хранить в облачных структурах. Будь то свой ЦОД, будь то облачный. Для примера я возьму, например, у меня есть корпоративная подписка на Snowflake. Snowflake – это а-ля Яндекс.Облако, можно так сказать. Эффективные и быстрые работы с большим набором данных. Кунтрализованно мой администратор сказал, что, коллеги, вот у нас теперь появилась новая подписка на облачную систему хранения. Вы можете свободно дешевые данные перемещать в облако. Смотрите, как работает магия. Я создаю новый таск. При этом он может быть… Могу дублировать текущий таск, но мы с вами сделаем новый таск для того, чтобы посмотреть, как это делается быстро. Теперь у меня есть предложение принести данные с моего источника из CRM-системы, которые отвечают только за, например, акцию, которая проходит сейчас, и мне нужен… То есть я должен в режиме реального времени видеть паттерны, которые происходят в моей системе продаж. Например, я говорю, что это будут обезличенные данные только по моим заказам. Заказам, например, сотрудникам, которые оформляли эти заказы. Это, опять же, все эти вещи можно маскировать, делать те трансформации, которые необходимы, но не суть дела важна. Я указал системе, данные я хочу в параллель обрабатывать в своем облачном хранилище. Это может быть S3 Bucket, это может быть абсолютно любая система. Это может быть система Hadoop внутри вашего контура и так далее, и тому подобное. Принцип работы, то есть идет абстракция. Вы работаете с бизнес-задачей, которую необходимо решить для перемещения данных, и выбираете ту структуру, которая наиболее оптимальна для решения текущей задачи. Все, я создал, сформировал задачу, ставлю ее на выполнение, и смотрите, какая происходит магия. Мои пауки начинают работать в параллель, загружая систему, при этом обеспечивая уже две задачи. Первая задача, да, переход на новую систему, там, CRM, на Microsoft SQL сервере, а вторая задача, формирование, да, витрины данных в очень дешевом, в очень дешевом хранилище данных, которое необходимо только для, только для моих аналитиков, для моих дата-сайентистов. Почему? Потому что именно в таких системах дата-сайентисты очень быстро и гибко могут работать там на миллиардах данных. Давайте мы с вами посмотрим, что у нас появилось в облаке. Опять же повторюсь, это может быть облако, которое актуально для конкретных задач. Вот мои данные в дешевом облачном хранилище, созданные специально для аналитиков. Один момент. Табличку не указали. Вот весь массив данных, который у меня начинает скапливаться внутри моей облачной системы. При этом смотрите, что происходит. Моя система работает в режиме реального времени. То есть, первая задача выполняется, и количество заказов непрерывно идет, изменения все захватываются. Так в одной задаче, так и в другой задаче. Я перехожу в общий стэк моих задач. А теперь сделать вот всех вот этих дата-пайплайнов, которые происходят внутри вашей организации, которые могут состоять в одном репликаторе из ста процессов. Все зависит от того, какое количество ядер позволяет максимально эффективно загрузить один репликатор. И все это вы управляете, и всем этим вы управляете внутри единого управления, который четко и ясно показывает, какие процессы происходят внутри вашего контура. В чем гибкость такого подхода? В том, что любое изменение любое изменение в вашем контуре позволяет вам не просто вот как раньше было, то есть кто-то делает на коленке вот эти все вещи, кто-то пишет скрипты и так далее и тому подобное, но ведь все вот это необходимо поддерживать. А наши архитектуры и системы с каждым годом усложняются, появляются новые. Ваша структура в виде выстраивания логики дата-пайплайна, она остается. Ваша задача только взять в нужный момент времени заменить один источник фидеографического интерфейса. Как только вы поймете, что у вас появился новый, например, SAP S3 системы, вы просто замещаете один источник либо приемник на другой. Таким, очень гибко и эффективно оркестрируете систему. Вот, собственно, коллеги, это все именно с захватом данных, с репликацией и с переносом на ту систему, которая наиболее эффективно выполняет ту или иную задачу. Следующий наш вебинар будет посвящен компоненту, то есть, мы продолжим нашу историю, мы сделаем не просто репликацию, но мы в режиме реального времени, буквально за 20 минут, например, по шестой нормальной форме, в виде якорной модели, мы с вами построим полноценное хранилище данных, а может быть даже озеро данных, которое, например, часть данных будет сохранять в реляционке, а часть в распределенной файловой системе, например, в Hadoop. Причем Hadoop у нас будет, одна часть Hadoop будет находиться в облаке, а другая часть Hadoop будет находиться внутри нашего контура. Но это тема следующего, нашей следующей встречи. Почему? Потому что вот так вот шаг за шагом я продемонстрирую вам, как вся цепочка от зарождения данных, от их захвата, от строения хранилища, от каталогизации публикации конечного датасета для конечного пользователя и конечная дистрибьюция отражает философию продуктов компании Click в части того, что данные должны максимально быстро появиться у бизнес-пользователя, именно у того сотрудника, который отвечает за генерацию идей и за генерацию ценностей. С одной стороны, и с другой стороны, для руководителя, для собственника компании, тут ценность, которую приносит каждый сотрудник, работая с вашими, оставаться внутри вашего контура и должна обогащаться не только на уровне визуализации, но и на уровне источников и на уровне тех дата-пайплайнов, которые устраиваются внутри вашей организации. Коллеги, я предлагаю перейти на вопросы, потому что я чувствую, что они будут интересны и это будет более эффективно. Давайте начнем с вопроса о том, как в Кликсенс можно понять, какую новую порцию данных отработал Клик-Репликейт, чтобы загрузить только измененные записи. Отличный вопрос. Я как раз сейчас постараюсь найти картиночку. Буквально в прошлом релизе Кликсенса у нас появилось ключевое слово мерч. И может быть вам известна такая технология была в России спланг. То есть сейчас мы можем обновлять наши приложения без перезагрузки, используя слово мерч. На самом деле теперь можно уже не использовать старые подходы, когда мы, например, перезагружали QVD-слой или делали какие-то инкрементальные. На самом деле у нас появилось ключевое слово, которое пришло именно из репликатора и позволяет на стороне приемника в репликаторе такую конструкцию, которая будет захватывать на основе ключей репликатора новые данные и автоматически обновлять Кликсенс приложение. Я обязательно, на самом деле, коллеги, это будет через один вебинар, то есть на следующем вебинаре мы с вами рассмотрим композ и регистрацию в каталоге, а вот уже в конечном вебинаре мы с вами рассмотрим абсолютно весь путь, как данные зарождаются, компонуются, регистрируются и мы в режиме реального времени отображаются в нашем приложении Кликсенс. Собственно, в этом и заключается синергия продуктов Кликсенса, Клика. То, если вы работаете с BI-экосистемой Кликсенс, у вас теперь есть возможность забирать данные из потока, генерируемые в режиме реального времени. Можно ли в качестве источника использовать постраничный REST источник данных, например, Bittrex24. Он при первом запросе может выдать 50 результатов, а также в ответе будет храниться информация о том, сколько всего элементов есть, соответственно, нужно будет продолжить загрузку данных, исходя из параметров, полученных при первом запросе. Услышал. Смотрите, коллеги, значит, данная задача решается, но, значит, напрямую, значит, я бы как архитектор, напрямую не стал подсоединять к системе именно CREST-API. Почему? Потому что здесь уже у вас идет достаточно сложная логика. Для этого я бы создал новую задачу, которая контролировала с одной стороны, то есть контролировала различные триггеры, которым мне необходимо обрабатывать ваш уникальный случай. И уже именно из этой внутренней задачи я сделал бы систему репликации. Опять же, опановкой различных блоков можно достичь вот именно не только работу с источником данных в виде базы данных, но именно системы, которая отдает нам так называемые endpoints, которые мы можем опрашивать. В другом случае нам нужно придумать какую-то логику, ведь нам надо сделать какую-то меточку для этих записей с тем, чтобы мы могли сформировать ту логику, о которой вы говорите, что данные остаются, мы их проверяем, а при этом же у вас эти данные могут записываться циклично, то есть вы начинаете уже играться в так называемый стриминг и брокер. Поэтому я бы, например, перед репликейтом поставил, например, брокер сообщений, а из брокера сообщений забирал бы эти данные в режиме реального времени. Опять же, в зависимости от задачи решение может быть абсолютно различным. Но отвечая на ваш вопрос, напрямую вы можете подключиться к API, что не является особо эффективным, потому что все-таки я должен гарантировать стопроцентную доставку. Но, тем не менее, ответ да и с продолжением. Вот, с 1С, я так понимаю, что тоже работает, да? Саш, можешь прокомментируй? Да, с 1С мы работаем. Более того, смотрите, здесь есть по 1С у меня был недавно запрос. Значит, с одной стороны мы можем даже использовать компонент, который был написан нашим партнером, АТК консалтинг, тот, который, собственно, разбирает слой, тот, который разбирает слой, технический слой, а вы прекрасно знаете, что 1С, там нельзя понять бизнес-слой модели данных. мы можем использовать его в виде источника, а другой запрос от клиента мы напрямую из системы, то есть из мета-слоя системы по API могли забирать данные. Так что вот здесь два варианта. Либо напрямую с самой системы, но это не особо эффективно тогда, когда вы хотите построить именно гибкий дата-пайплайн. Отвечая на вопрос, да. Каким образом поддерживается историчность справочников? Допустим, необходимо сохранять строки до изменения и после изменения. Возможно ли это в случае А. Система источник имеет реализованную историчность в справочнике, Б. Справочник в источнике не исторический и нам необходимо сохранять историчность самостоятельно? Замечательно. Отличный на самом деле вопрос, потому что в одном вопросе два подхода, по которому работает репликатор. Значит, смотрите, я начну с пункта Б. справочник в источнике не исторический и нам необходимо сохранять историчность самостоятельно. Что в этом случае делает репликейт? На самом деле репликейт очень умный в каком плане? Я прямо сейчас сразу продемонстрирую вам создание нового таска. Вот обратите внимание, выбираю различные параметры того, как контролировать либо источник, либо приемник, он мне дает различные варианты. Более того, если погружаться, я хотел бы еще такой момент сказать, что специфику системы обладает удивительными гибкими возможностями. Итак, отвечая на вопрос, если у нас нету историчности, система рассматривает любое изменение в вашем источнике как событие. то есть повторюсь еще раз, мы не делаем селект на самом деле такие вещи связаны. Мы не рассматриваем селект там, где даже нету ключа, по которому мы можем сделать изменение истории и так далее и тому подобное. Мы изменения внутри вашей базы, а именно в источнике, рассматриваем как событие, потому что читаем мы его из логфайла вашей системы. помимо прочего внутри репликейта создается внутренняя таблица, которая очень эффективно записывает все те изменения, которые произошли внутри вашего источника. Действительно, изначально вам надо будет прописать в репликаторе те правила, по которым вы будете взаимодействовать с вашим источником. Но гибкая настройка внутренней кухни, того, как мы будем обрабатывать управление историчностью, все это задается непосредственно внутри репликатора. И вот по пункту а система источник имеет реализованную историчность справочники. Но здесь намного проще, потому что мы можем добавить определенный экшен, определенную задачу, подзадачу внутри задачи, которая дополнительно реализует вот эту логику. Второй вариант идет из коробки внутри репликатора. Один относится непосредственно к забору данных из логфайла, другой созданием управляющей таблички. Возможно ли производить трансформацию данных, например, использовать регулярки? Если типы различных... Отвечаю на... Да. Ага. Да я тогда так и буду комментировать. Значит, можно ли производить трансформацию данных? Да, абсолютно можно. И вы сами во втором ответе привели пример именно какого можно производить. Можно делать, например, маскировку, можно делать регулярку, то есть производить работу с так называемыми записями. Естественно, здесь нельзя сделать полукап, например. Хотя на самом деле на текущий момент добавили возможность опрашивать селектом полукапу, что не является эффективным. но тем не менее работа со строками возможно в том же самом виде, вот как вы написали в виде регулярных, как работа со строками. Это все делается внутри правил по работе каждым полем. Следующий вопрос. Если типы данных различных СУБД несопоставимы или неоднозначны. Вот как раз это ключевой момент, когда я сказал, что абсолютно верно вы сказали, что различные технологии, а именно как мне сопоставлять данные, например, в революционной базе данных и в системе распределенного хранения в Хадупе. Ведь совершенно разные философии и подход к работе с данными. Так вот система конвертации типов она автоматизирована, она опирается на внутреннюю таблицу разметки, которая понимаете, что вот та лучшая практика, которую вам предлагает коллеги, у кого-то кто-то есть. Итак, продолжу. Видимо, незарегистрированный вход в эфир. Если вы понимаете, что вам необходима какая-то специфическая конвертация для автоматизации данного действия, вы можете изменить либо правила конвертации, либо поставление. то есть но при этом вы прекрасно должны понимать, что есть исключительные моменты там, где есть исключение из правил. Например, там, где действительно перевести из одного формата в другой, об этом система уведомит и сделает предложение, как это можно обойти. но максимально лучшие практики по представлению различных данных, потому что все-таки давно мы уже варимся и в релиционке, и в нерелиционке. Уже есть подходы, как это все дело трансформировать, и они находятся внутри системы, и они настраиваемые. Спасибо. Ну и парочка вопросов про АД. Соответственно, вопрос номер один. Ну, я думаю, что можно, наверное, сразу их зачитать и вместе ответить. Роль системы источника может ли играть Active Directory? Марина, прошу прощения, лучше по одному. Роль системы источника может ли сыграть Active Directory? Можете подключиться через ODBC, как один из вариантов. Я могу сделать настройку ODBC коннектора к моему, вот я сейчас на текущий момент делаю соединение через ODBC коннектор к моему источнику и, соответственно, таким образом забирать данные напрямую из Active Directory. Как вариант. Другой вариант, он может быть быстрый, другой вариант делать экспорт Active Directory через внутреннюю утилиту Active Directory. но, тем не менее, вы абсолютно как с любым другим источником работаете с Active Directory. Вопрос историчности вы на самом Active Directory, а в правилах репликатора. Какую управляющую таблицу внутри своей задачи он должен составить и какие параметры, какие метки он должен контролировать для того, чтобы эффективно управлять теми записями, которые произведены в Active Directory. Отвечая на вопрос источником может быть Active Directory, он выступает не как отдельная сущность, а как соединение через ODBC коннектор. Отлично. И можно ли загружать данные с Event Logs на серверах в реал-тайме? Конечно, коллеги, для этого существует, вот как раз я сказал, что система может работать не просто с источниками, какими-то специфическими. А на самом деле, например, если мы, вот вопрос идет, да, линуксовые системы, которые имеют возможность писать не на файл, а в так называемый стриминг, то наша система позволяет напрямую подсоединиться к так называемому файлу стриминговому каналу и забирать эти данные напрямую из генерирующих на серверах в реал-тайме. Собственно, почему я вам тогда сказал, то, что связка и кликсенса сейчас на себя забирает ту функцию, которая была когда-то нам доступна, когда на российском рынке был спланг, который в режиме реального времени мог обрабатывать лог-сервера. Отвечая на этот вопрос, да, однозначно и очень эффективно. Позвольте мне вопрос прокомментировать про типы данных. JSON-блоб объекты Позгарс, констрейны, триггеры, функции, процедуры, материализованные представления. Это вопрос о специфике, о специфике типов данных, о специфике архитектуры внутри каждого из источников. На самом деле вопрос да. Почему? Потому что если в нашей системе, особенно официально, например, есть тот же самый Позгарс, в нем существует вкладочка Advanced, в котором вы очень эффективно можете настраивать все внутренние и внешние параметры настройки представлений, вызовов процедур конвертации и так далее, связанных с особенностями вот этих типов данных. Особенно JSON, структурированный вид представления данных и бинарное представление данных. Но на самом деле два этих типа мы поддерживаем из коробки для Позгарса. Коллеги, ну вот мы продолжаем с вами вебинар, а при этом наша система, она система немножко остановили, наша система живет, отслеживает все изменения и, собственно, отображает все вот эти моменты. На следующей нашей встрече мы продолжим разбор этого же примера на примере построения именно витрины хранилища данных для аналитиков, например, там в Кликхаусе, и посмотрим, как предоставить конечному пользователю продукт в виде готового датасета, регистрированный в каталоге, и максимально быстро перейдет для работы конечному пользователю, с тем, чтобы он не составлял никакие строки подключения, не искал никакие файлики, а максимально быстро перешел к работе со свежим, обновляемым в режиме реального времени источником. Всем спасибо за ваше время, обязательно присылайте вопросы, если есть желание посмотреть демонстрацию в контексте ваших задач, в контексте задач вашей организации, то мы всегда с удовольствием проведем отдельную встречу. Спасибо, коллеги. Продолжение следует...